Просто это потому, что на костре оно стоит, вот он красиво как кипит, сейчас ветер раздул, температура бомбовая, значит димексид не горит, вроде бы, не вон он выливается, сбоку он не горит, по идее не должен взорваться. Так что горит димексид? Парни, всем привет, меня зовут Тигран, добро пожаловать на мой канал Тест Ранник. И сегодня я как и обещал делаю вам еще один видос про димексид, про приколы с димексидом, что он вообще творит с двигателями, с автомобилями. Сегодня мы попробуем очистить старый грязный замасленный нагаре свечи, уже сгоревший, скажем так, практически испорченный от нагара димексида и посмотрим, проверим реально ли работает димексид и реален ли миф о том, что димексид делает новыми свечи. Обязательно смотрите этот видос до конца, вы узнаете много интересного. Ребят, пожалуйста, не забываем ваши лайки, обязательно ставьте ваши лайки вниз, пишите комментарии, в комментарии пишите плюсики, спасибо, свое мнение о том, что произошло, критику и так далее. Обязательно жмите вот эту вот кнопочку репост, жмите вот эту кнопочку поделиться, делайте репост видео в их социальных сетях, участвуйте в конкурсе, который будет у меня на канале на следующей неделе, 1 августа у меня стартует конкурс на канале, обязательно смотрите за видосом и с 1 августа сразу же принимайте участие в конкурсе. Ну а теперь поехали, значит, к теме видео. Смотрите, вот свечи лежат, да, они ужасно загаженные, значит, вот эти вот трехконтактные свечи, это с мотора матизовского, который сжирал масло, видно, они все черные, в нагаре, в таком масляном и так далее. Дальше, эта свечка какая-то, ну более-менее на таком нагаре, так, это вот из этой же серии, тоже более-менее такая свеча, да, это вот свеча из Волги, из третьего цилиндра, в котором льется масло, в котором очень большая, получается, компрессия динамическая, и масло выгорает и вылетает тупо через изолятор сюда, посмотрим, справится ли с этой проблемой димексид. И нашел вот такую вот вам старую советскую свечку А17ДВР, которая уже ржавая, грязная, тоже в каком-то нагаре, непонятно, сколько она лежала, хотя нет, это не советская, тоже российская, Россия написана. Ладно, ну и посмотрим, что с ними сделает димексид. Значит, как я буду делать? Вот у меня есть баночка, вот у меня есть димексид, я ставлю все свечи сюда, вниз, я их буду не просто заливать димексидом, а я их буду заливать и доводить димексид до кипения. Значит, смотрите, все в прямом эфире, вся правда, какой бы ни получился результат, вы узнаете правду. 100 мл димексида, в принципе, по идее, должно хватить на эту баночку, чтобы их покрыло полностью. Есть, вообще по красоте. Значит, смотрите, свечи полностью покрыты. Так, погружаем их максимально, максимально туда. Вот это вот центральное. Можно ее поменять, вот с которой изолятор почищу, вот так вот поставить, чтобы там изолятор, посмотрим, отмоется или нет, вот этот вот от масла. Все, значит, теперь я развел костер маленький, идем ставим эту баночку на костер и ждем кипения. Так, я добавил дровишек сюда, там горит, все отлично, жарано, здесь огонь. Ставим баночку с этой фигней. А, горячо. Все, и ждем кипения. Смотрите, реально от димексида появляется дымок такой, это не от костра, именно он дымит сама, это кастрюлька со свечами. Он начинает испаряться. Есть такой запасок, как в этом, как у мотора, или еще нету пока? Да нет, я думаю, ты с этого с костра у нас сидишь, я не думаю. Да нет, смотри, прям над свечами, видишь? Если приближить максимально, смотри, это с кострюлью. Ну, это понятно, когда поддувает оно отсюда, а вон там дымит. Надо как-то купить банку с ВДшкой и снять видос, все лайфхаки с ВДшкой. Они там такие прикольные, я видел там такие люди, где делают. Смотри. Ну да. Это ВДшка, которой я полировал фары. Универсальное средство для распала костра. Универсальное средство для распала костра. Так, ребят, ну вот смотрите, уже, значит, димексид кипит. Видно, да? Он стал, димексид полностью коричневым, то есть, скорее всего, весь нагар отошел. Кстати, вот это вот концы теперь свечей, которые не в димексиде, они почернели. Просто это потому, что на костре оно стоит. Вот он красиво как кипит, сейчас ветер раздул, температура бомбовая. Значит, димексид не горит, вроде бы. Не, вон он выливается, сбоку он не горит. И, по идее, не должен взорваться. Вот сейчас пускай оно хорошенько так прокипит. Красота. Потом мы достанем и посмотрим, что со свечами. В принципе, металлу ничего не будет, вонища стоит ужасное. Фу, капец, вонища стоит ужасное. Мы еще туда подкинем всякой ерунды, пускай горит. Так, все, короче, снимаем теперь у вас костра. Так, все. Ай-яй-яй-яй. Так что, горит, димексид? Ай-яй-яй, наверное, да, потому что... Он понял, наверное, не горит, а плевает. Блять, как она жжет. Так, ребят, забираю я, короче, ванночку с этим. Надо очень аккуратно быть, потому что димексид, оказывается, горит. Короче, горит либо димексид, либо пары димексида. И я взял, и мне, короче, обожгло палец вон, причём так жёстко, но так жгёт. Там, походу, кроме термического ожога, ещё, наверное, и химический какой-то был. Воняет это дерьмо до ужаса. Короче, не повторяйте, не делайте как я. Либо дайте ему полностью остыть. Либо какой-то, короче, не знаю, его тушить надо, либо длинные брать плоскогубцы, какие-то клещи. Потому что оно у меня вспыхнуло тупо в руке. И всё в палец. Я вон его водой охлаждаю, охлаждаю, оно всё равно болит. Ну а теперь, блин, плоскогубцы тоже горячие. Застаём и смотрим. Вот что-то грязное. И это грязное. И это грязное. И это... Короче, ребята, что-то они все грязные. Они вот это чистые. Может, их надо тряпкой протереть? Сейчас подумаю, может, их протрем тряпкой? Рука печёт, вообще, капец, не могу, блядь, палец, аж горит. И выражение это никакого крема, чтобы помазать. Короче, ребят, будьте аккуратны с этой фигнёй. Не будьте такими сказочными, хорошими человеками, как я. Потому что реально пальцу просто хана. Ладно, всё равно мы этот видос доснимаем до конца. Я его замотал, потом что-нибудь с ним сделаю и заживёт, короче. Значит, смотрите, свечи, они ещё тёплые, горячие, да, блин, чем бы их брать. Плоскогубцы. Значит, свечи в димексиде, в кипящем, они очистились, как что-то с них очистилось, что-то с них растворилось. Но на самом деле вот они именно такими белыми прозрачными не стали. Они вот все как были загажены, и все так и есть. Даже вот этот вот нагар, вот тут вот, да, который был на волговской свече, вот этот прорыв масла, и то он не растворился. Что сделаем теперь? Теперь мы возьмём чистый димексид, свечи у нас сейчас тёплые, мы возьмём баночку, нальём туда ещё димексида и попробуем просто оттереть именно. То есть примерно как я делал видос, ай, горячий, видос с поршнями. Не с поршнями, а с чем я там оттирал. А, я оттирал этот сапун. То есть вот просто кисточкой. Вон видно, он испаряется. Смотрите, насколько горячая свеча, видно дымок на кадре. У него температура кипения, наверное, ниже, чем 100 градусов, потому что на свечах не 100 градусов, конечно, но горячая, а может и 100 градусов, не знаю. Вот димексид испаряется. Холодный димексид, он если туда свечку кинуть. Дымок идёт, видно на камере? Ну, немного. Надо, как будто немного того дымка. Вот оно дымит. Сейчас, если их попробовать вот так вот горячие, просто сгрузить. Опять же, залить, но уже не кипятить, а просто вот залить, чтобы они там постояли, немного горячие свечи. Ну, а он сразу, он становится этот коричневым, да? Сразу же начинает что-то там отмузлыкивать. Ну, в общем, ладно, пускай стоит. Сейчас немножко погуляет, посмотрим. Так, ребята, вообще у нас постояли свечи 5 минут. У меня даже чуть-чуть палец начал отпускать, но болит, конечно, огонь ужасно. Не будьте лошпаками, как некоторые. Короче, теперь достаем мы эту димексидовую свечку эту. Отмываем ее хорошенько кисточкой. Ну, и вот этот, конечно, юбка отмылась. Но тут не столько нагара было, сколько больше грязи и так вот, а слегонца. А электроды вот не отмываются. Ни в кипятке, ни горячие свечи, в димексид, ничего. Вот, то есть они вот как есть. Сейчас я его выперу хорошо. Они как есть, вот такие вот в говнеце. Да, вот, то есть, ну, оно не счищается ничем. Давайте по приколу я возьму щетку железную. Вот, у меня есть обгрызок. Да, ну, держись сейчас. Блин, до сих пор свечка не остыла, еще теплая такая. Смотрите, даже железная щетка этот нагар не смывается. То есть электрод черный как есть, так и есть. Если оно уже вгорело, он вгорел. Давайте по приколу возьмем вот это, которая самая засранная была свечка трехконтактная. Это она? Да, вот она, которая была с маслом, со всякой чепухней. И попробуем, все с ней происходит. С той мячками ничего не будет, если она не для мяки попадет? Ну, видите, тоже ничего с ним не происходит. Смотрите, они не смываются здесь. Может быть, конечно, их надо как-то, я не знаю, может их надо на сутки оставить. И то, мне кажется, вряд ли. Либо какой-то разбавленный димексид был с водой. Не снимается нагар. Короче, не выходит. Это миф, который разрушен, потому что это бредня. Если она уже засралась, то она засралась. Короче, димексид, походу, способен только краску растворить. Хорошо. Да и все. Так, ребят, в общем, короче, вот такой результат мы получили. Вот я пробовал свечи кипятить именно до кипения, доводить, да. По своей тупости я немного не подумал головой. И обжег себе жестко палец. Вот видно, да, смотрите. То есть это я не просто так там для видео. Вот видно, палец реально обожженный. Короче, труба пальцу. Ладно, палец заживет. По итогу димексидом свечи у меня почистить не получилось. Либо я что-то неправильно делал. Либо паленый димексид, либо он свечи не чистит. Может быть, конечно, если их оставить на сутки в димексиде, может быть, какой-то результат и можно получить. Но в то же время, если их оставить на сутки, они остынут априори. Они будут просто в холодном димексиде лежать. И мне кажется, что результата тоже особо не будет никакого. Поэтому если свечи у вас закоптились, засрались, можно железной щеткой почистить. Если нет, просто покупаем, вставляем новые свечи и не занимаемся вот такой фигней. И обязательно, ребят, выполняйте все меры предосторожности. Учитесь на моем опыте. То есть ни в коем случае... Во-первых, когда вы киптите димексид, он ужасно воняет. Он воняет хуже еще, чем он вонял, когда в машине. Вот эти вот пары, именно когда он уже очень сильно кипит, с него очень много идет пара. И он ужасно вонючий, он разъедает сильно нос. То есть либо это делать в каком-то респираторе, либо вообще этой фигней не заниматься. Просто смотрите мои видео, я уже занимаюсь этой фигней. Вы можете такой опыт приобретать себе. Ни в коем случае не брать короткими плоскогубцами, как сделал я димексид, потому что его пары горят. Они либо поддерживают горение, либо горят. Они не горят открыто. Вот если так его жидкий подпалить, он не будет гореть. Но они вот как-то вот его выдать пары возгорают, потому что я взял и мне сразу же в палец прилетело. Хотя я уже утаскивал от огня. Это был точно не огонь. Это прилетело мне из банки, из вот этой кастрюльки, в которой я обожгло палец. Теперь надо лечить палец. Короче, вот я вам показал, как я обещал, да, сделал такой видос. Показал полностью всю правду, что эта фигня не работает. С вас лайки. Обязательно пишите в комментарии. Все, что вы думаете по этому поводу. Можете написать, что я сказочный. Но мне интересно, я этим занимаюсь. Вам интересно, вы это смотрите. Спасибо большое за просмотр. Спасибо большое, что вы со мной. Я вам еще сделал один такой видос про... Раз уже полезли в димексидовую всякую дичь творить, то мы попробуем очистить старые выпускные клапаны от Матиза, от Нагара. Они засранные, черные, грязные, в масле. Попробуем еще раз его сделать. Мы, может быть, как-нибудь поменяем технологию. Ну, сейчас, короче, что-нибудь придумаем. Обязательно смотрите эти ролики. Спасибо большое. Всем удачи. Пока. Ребята, подпишитесь сейчас сразу на канал. Жмите вот эту кнопку, и вы будете всегда первыми узнавать о новых, полезных и интересных видео. Всем удачи и добро пожаловать на мой канал.